После длительных переездов и перелетов из Украины в Россию, из России в Саджикистан и семидневного пешеходного трека харьковские альпинисты Евгений Полтовец, Евгений Тимко, Антон Мизерный и Алексей Ларионов добрались до базового лагеря в горах Памира и вместе с находившимся уже там еще одним харьковчанином Александром Заколодним совершили восхождение на пик Корженевской высотой 7105 метров. Далее в планах харьковских альпинистов был еще один семитысячник – пик коммунизма. Когда же мы собрались на пик коммунизма, здесь Памир, так сказать, показал полностью свой характер, свою силу. Выходя на семь тысяч метров на ночевку перед, ну, в штурмовой лагерь перед выходом на вершину, нас накрыла непогода. Синоптики прогнозировали, что непогода придет несколькими днями позже. Однако Небесная канцелярия распорядилась по-своему и сделала дальнейшие восхождения фактически невозможным. В принципе, даже саму эту ночевку на плече, на пике Душанбе мы еле нашли по старым следам, потому что уже была пурга, отсутствие видимости. Переночевав, устроили консультацию такую международную между россиянами, турками, прибалтами и нами, и приняли решение централизованно спускаться. Дальнейшее развитие событий показало, что решение отступить оказалось верным. Мало того, что погода не улучшалась, так еще и пошли лавины. Впрочем, как не устают повторять альпинисты, горы стояли и стоять будут. А потому возможность взойти на пик коммунизма предоставится в другой раз. При этом следует отметить, что один харьковчанин, Александр Заколодний, все же побывал на этой вершине. Он успел взойти на пик коммунизма несколькими днями ранее вместе с киевской группой. Виталий Лапскир, Александр Романовский, агентство телевидения новости.